Минувшие выходные прошли в республике под знаком спорта. Чувашия принимала финальный этап 4-й всероссийской спартакиады среди трудящихся. В прошедшие три дня на базе пяти спортивных сооружений Чубоксары и Новочебоксарска шла серьезная борьба за медали. 10 видов состязаний, 40 региональных команд и один кубок победителя, в чьих руках он окажется спрогнозировать было сложно. Ведь участники спартакиады не профессиональные спортсмены, а те, кто просто любит физическую культуру и, несмотря на занятость, уделяет ей большое внимание. Как, например, представитель команды Новосибирской области, доцент кафедры экономики Сергей Перепечин. Сложно поверить, что ему 74 года. Нельзя сказать, что есть какая-то палочка, ручалочка. Всегда комплекс факторов. Я считаю, прежде всего, оптимистический настрой. Я занимаюсь всем и даже более напряженно. Это лыжи, плавание. Сейчас освоил скандинавскую ходьбу и соревнования среди пенсионеров 11 августа, посвященное Дню физкультуры, когда занял второе место. Крупное соревнование – это всегда большая ответственность организаторов. Состояние спортивных площадок, объективное судейство, условия проживания, питания. Здесь не может быть мелочей. Отличный город, отличные люди, хороший отель, уважительные очень люди. Что нам больше всего понравилось? И город зеленый и чистый. Очень понравился вчера ваш национальный фольклор. Нас не удивишь шоу-бизнесом, нас не удивишь профессиональными какими-то коллективами. А вот то, что вы показали на сцене, очень хорошо, что вы продолжаете держать эти традиции. Корпоративный спорт в почете и у нас в республике. Еженедельно члены кабинета министров республики и госсовета проводят совместные тренировки по различным командным видам спорта. Поэтому наблюдать за участниками и оценивать их подготовку вдвойне интереснее. Команды очень подготовленные, регионов Российской Федерации, трудовых коллективов разных организаций. Интересно смотреть, очень много эмоций. И то, что почти 1200 спортсменов, тренеров у нас в гостях находятся, это для нас значимо. Команду Чувашии на соревнованиях представляли сотрудники сельскохозяйственного предприятия «Прогресс» Яльчикского района, отделение «Сбербанка», «Газпрома», «Т-Плюс» и «Ибресинского района». Изначально, конечно, рассчитываем на победу, с настроем таким, чтобы победить. Все мы друг друга знаем давно, поэтому коллектив сплоченный, только победу ждем. По итогам встреч мужская сборная по волейболу завоевала бронзу спартакиады. Помимо нее в копилке команды Чувашии еще пять золотых медалей, три серебряных и две бронзовых. В таких видах спорта, как легкая атлетика, армрестлинг, гиревой спорт и перетягивание каната. В общем зачете наша республика заняла седьмое место. Победителем же спартакиады стала Пензенская область. На втором и третьем местах Ростовская область и Санкт-Петербург. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика.